Неизвестные скупили на Рублевке домов на 3 млрд. рублей В первом квартале 2018 в районах, прилегающих к Рублево-Успенскому шоссе в Подмосковье, продали элитные загородные недвижимости на общую сумму 3,2 млрд. рублей. Об этом говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, предоставленных дому. Как отмечают аналитики, в прошлом году за январь-март доход продавцов по этому направлению, считающимся самым престижным в области, был меньшим – 2,1 млрд. рублей. Около других шоссе реализовывали в общей сумме дорогой недвижимости на 2,87 млрд. рублей. На Новорижском продавцы заработали 1,9 млрд. На Дмитровском – 227 млрд. На Калужском – 519 млрд. На Киевском – 220 млрд. рублей. Средняя стоимость элитного загородного шилья в Московской области по итогам первого квартала составила 105,5 млн. рублей. Посчитали в Пенни-Лейн. В прошлом году в аналогичный период она не превышала 95 млн. рублей. Спрос на высокобюджетную недвижимость по-прежнему сконцентрирован на Рублево-Успинском шоссе, где средняя стоимость реализованного объекта почти в два раза превышает среднюю цену объекта по всему рынку, подчеркивают эксперты, на Рублевке средняя стоимость проданного дома – 201 млн. рублей. Ранее сообщалось, что собственники 90% соседников на Рублевском шоссе сейчас распродают свои жилища с 50% скидкой. Ультрадорогие объекты, как утверждают риэлторы, можно приобрести с выгодой до 15 млн. долларов. Итак, кто же покупает на Рублево-Успенском шоссе? Тут вот неизвестные скупили на Рублевке домов, но какие неизвестные? Ну это, конечно же, члены правительства. Но не мы же с вами, обычные стандартные россияне, за тысячи жизней даже не смогут купить там какой-нибудь домик на Рублевке. Это, конечно, правительственные люди, якобы депутаты, якобы члены правительства, которые обворовывают не то, что Россию обворовывают, а нас с вами. Это бюджетные деньги. Вот сейчас опять Олимпиад, ну как бы вот, будет чемпионат мира. Сколько денег туда ушло? Сколько обворовались? Сколько списали денег из бюджета? Вот, пожалуйста, появились новые какие-то мультимиллиардеры. То есть так вот люди превращаются из грязи в князя, как говорится. А народ нищает уже не то, что четвертый, а пятый год подряд, пожалуйста. И очень странно, что вот такая информация висит на rambler.ru, лишний раз раздражает население России, потому что люди не могут сводить концы с концами, зарплаты падают, даже люди, рабочие люди, работающие люди в России могут оказаться нищими. То есть это вообще нонсенс. А кто-то, как говорится, жиру бесится, миллиарды на миллионы и миллиарды тратит на какие-то там квадратные метры. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал.